Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Сегодня поговорим о королевской пеларгонии и разберемся с вопросом. Так, обрезать королевскую пеларгонию или же не обрезать? Получится палка, если не обрезать? Или не получится? Или все-таки получится пышный куст? Я вам покажу на конкретном примере королевской пеларгонии Фабиола Сильвия. Я решила провести маленький эксперимент. Прошлой осенью я посадила в робатку две пеларгонии одного и того же сорта. У одной из них я прищипнула верхушку, а у другой я не прищипывала верхушку. Сегодня у нас 14 июля, и посмотрите, каков результат. Вот эта пеларгония, которую я прищипывала. Вот, посмотрите, она невысокого роста. Дала три побега. Раз, два, три. И у каждого из них вот такая получилась шапочка. Конечно, если бы их соединить, то это была бы вот такая шапочка. Растение получилось невысокое. Ну, где-то сантиметров 25. В принципе, растет неплохо. Еще бутонов достаточно. Она еще будет свести. Ну, а сейчас давайте посмотрим вот эту пеларгонию вторую, которую я не обрезала. Вот, посмотрите, я так поднимусь. И обратите внимание, какое огромное количество здесь цветоносов. Сколько-то. Вот даже отойду вот так. Посмотрите, видите, какая красота. Есть разница. Да, конечно, по высоте вы видите. Вот они какие. Это низенькая, та повыше. Но палки-то, в принципе, никакой нет. Потому что вот зеленые листья от начала, вот от самого, почти от самых корней, так и до цветения. Ничего не осыпалось. Здесь, смотрите, вот снизу пошел боковой побег. Он тоже пустил бутоны и вот-вот зацветет. То есть, как видите, цветение шикарнейшее. Шапка великолепная. И если вот я так вам покажу, то видите, пол куста занимает вот эта большущая шапка. Здесь зеленая. Единственное, что, конечно, нужно было бы посадить в большой горшок. Они у меня в обрабатке. Я, кстати, и грудь не подсыпала здесь. Вот так, как они росли, так и росли. Поэтому немножечко уже заваливается. Поддерживающую палочку поставила, чтобы не заваливалось растение. Вот таков результат. Что повлияло для того, чтобы вот такая была огромная шапка? Ну, конечно же, место расположения. Я уже не раз говорила об этом, что мои беларгонии в основном на веранде, когда наступает весна. До середины марта. И до того времени, пока не начнется тепло. А потом уже выношу на улицу. Что я буду делать дальше? Когда отсветут пеларгонии, сделаю обрезку и пересадку. Так вот, возникает вопрос, друзья, стоит ли обрезать королевскую пеларгонию? Если вы хотите получить вот такую огроменную шапку, то можно и не обрезать. Если вы хотите получить вот такой небольшой кустик, то обрезайте. Кстати, вот этот кустик развивался более медленно, когда я обрезала. А вот эта пеларгония, она набирала рост активно. И в результате, вот смотрите, как она выросла. Конечно, листва здесь, видите, как плотненько. Если заглянуть внутрь, то там идут еще боковые побеги. И я думаю, что со временем вот эти листья я удалю, а боковые побеги, которые вот там, вот видите, вот, они дальше начнут ростить и цвести. Вот эту, то есть, получается, верхнюю шапочку я срежу, а здесь дальше будет цветение. Что касается этой пеларгонии, то если я срежу верхнюю часть, то здесь уже цветение пока никакого не будет. До тех пор, пока не пойдут новые побеги. Поэтому, друзья, я хочу вам сказать, выбирайте сами, что в данной ситуации делать. То есть, как видите, и в этой ситуации, и в этой ситуации можно получить большущую шапку. Только здесь она будет вот такая, а здесь она будет вот такая. Здесь листвы будет совсем мало, ну, а здесь кустик будет побольше, и листвы будет достаточно много. Даже пчелка прилетела, пчелки прилетели полакомиться. Вот в таких условиях уличных, конечно, пеларгония себя чувствует намного лучше. Но в грунт я не высаживаю. Если кто-то высаживает в грунт, то, пожалуйста, напишите в комментариях, оправдано ли это. Потому что я однажды высадила в грунт, моя пеларгония пропала королевская. После этого я больше в грунт не пересаживаю. Друзья, если вам понравился мой эксперимент и результат, то, пожалуйста, поделитесь своим мнением. Я буду очень рада. Огромное спасибо за поддержку, что вы даете мне возможность дальше развиваться. Только благодаря вам я расту, вдохновляюсь. А вам желаю крепкого здоровья и цветущих пеларгоний. До следующих встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok